Дорогие мои, всем огромнейший привет! Я очень рада вас видеть у себя на канале. Сегодня видео про мои покупки. Я вам обещала, эти покупки сделаны в масс-маркете. Здесь в основном манго, а также есть кое-что из Азарины. Такой вариант уже даже больше, наверное, на теплую осень, потому что погода у нас сейчас переменчивая. Сегодня прям жарища, завтра снова похолодание. Но перед этим я вам оглашу результат. И у меня был розыгрыш на канале неделю где-то назад. И сейчас вы узнаете, кто же выиграл вот эти два чудесных средства от MV Cosmetic. Это очищающий гель и тоник. Я думаю, сейчас результаты вы видите на своих экранах. Я поздравляю победителя, обязательно с вами свяжусь. И отправлю в ближайшее время вам ваш подарок. Первое, что я хочу вам показать, это вот такую вот футболку от Mango. Она персикового цвета, такого нежного. На камере, наверное, немножечко засвечена. Оверсайз, то есть это даже не расслабленный стиль, а реально оверсайз. У меня самый маленький размер это S. Меньше не было. Здесь вот такой вот красивый листик. И не знаю, что там написано. New me. Наверное, новая E. Что-то вот подобного плана. С джинсами носить и передний край заправлять. Такая универсальная достаточно футболочка. И мне хотелось какого-то такого цвета персикового иметь в гардеробе, чтобы она, в принципе, под все подходила. И мне в том числе, мне кажется, что она вполне себя оправдывает. Я не знаю, есть ли она сейчас в наличии или нет. Сейчас очень большие распродажи. И вполне возможно, что ее уже просто разобрали. Следующая футболка также от Mango. Самая простая белая футболка. Слого. Mango. Мне она понравилась. Мне понравилась, в принципе, что и ткань сама, хлопок. Но это такое, знаете, она недолговечна все-таки будет. Я ее покупала за 400 рублей всего лишь. Это размер XS. Мне понравилась, как она смотрится. Опять же, такая достаточно базовая, простая, с логом. В ней комфортно. Ношу ее с джинсиками, со всякими брюками, которые я вам также чуть позже покажу. Еще один предмет из магазина Mango. Это вот такая вот льняная рубашка. Это у меня размер XS. Самый маленький. Она очень приятная к телу. Она супер дышащая. Она супер простая, базовая. Это V-образный вырез. Я закатываю рукава, чтобы были три четверти под джинсы, под юбку, футболку, топ под низ надеть. И можно также спокойно абсолютно с шортами носить, брать ее с собой на море или куда-то в поездки в какие-то. Будет супер комфортно. Дальше вещь, уже больше относящаяся, наверное, немножечко к более холодной погоде, скажем так. Это вот такой вот джемпер. Если его можно так назвать, он достаточно тоненький, но он очень приятный. По-моему, это что-то с вискозой. V-образный вырез. Обычный такой, самый базовый цвет. Для меня это палочка-выручалочка на данный момент, когда ты не можешь надеть теплый свитер. Какую-нибудь такую подобную тоненькую кофточку ты можешь надеть. Сверху можно надеть кожаную куртку, можно надеть плащик. И уже комфортно себя чувствовать. В плане комфортности, я имею в виду, тепло. То есть не замерзнуть. Поэтому ее я также приобрела. 800 рублей. С чем-то она мне вышла, опять же, на Wildberries. Следующие покупки из магазина Зарина. Вот такие вот брюки. Они, кстати, почему-то блестят на камере. Вообще они не такого плана абсолютно. Брюки и бананы. Вот здесь вот они с защипами, высокая посадка. Ну, такая средняя, я бы сказала, даже, наверное, не очень высокая. Но эти такого плана брюки, они для меня всегда палочка-выручалочка с моими широкими не бедрами, а ушками, скорее, да, проблемными местами. Смотрится хорошо. У меня это самый маленький размер, 42-й. По длине они мне были немножко длинноватые. Вот такой вот тут вгибающийся край. Я их немножечко подшила, под себя сделала. И, в принципе, опять же, для меня это базовая вещь в моем таком бежево-хаке-зеленом гардеробе на лето. Так, ткань приятная. Она плотная. Она и держит форму, и при этом она струящаяся. Но швы очень колючие. Вот когда ты носишь эти брючки, внутри колючие швы. И это мне всегда комфортно. Не знаю, сколько они сейчас стоят в Зарине, но я их брала за 2000. И сейчас видела на Вайлдбрисе, что они стоят 1300. Есть ли размеры или нет, не знаю. Если найду, оставлю вам обязательно ссылочку. Еще в Зарине взяла базовый топ в бежевом цвете. Это такая обычная синтетическая маечка. Опять же, я не помню ее состав. Она немножечко блестит. Но именно это позволило мне, собственно, взять этот цвет. Потому что, если бы она была матовая, то этот цвет бы мне абсолютно не подошел. Но за счет того, что она немножечко дает такой отблеск приятный, она прекрасно смотрится. XS маленький размер. Стоила она в районе 500 рублей. Сейчас на распродаже может быть и меньше, если они остались. Круглый такой вырез. Как такой первый слой, это очень удобно. Я не люблю подобные майки носить просто. Я обычно на них что-то надеваю. Кардиган, пиджак, жакет. С этой функцией она справляется просто на ура. Я частенько захожу в магазин фамилии, но чаще всего это походы за какими-то аксессуарами в дом. Ну, или вот что-то вот именно для дома. Одежду я как-то особо там не смотрю. Потому что, ну, во-первых, там все понатыкано. Вот. Ну, тут как бы мне приехала свекровь. И пока у меня ребенок спал, она решила быстренько смотаться в фамилию. Я что-то так вдохновилась и решила тоже туда зайти. Я взяла себе вот такую вот самую обычную, опять же, самый обычный джемпер. Это фирма Отжи. Он мне вышел вообще что-то копейки 460 рублей. И это такая просто ажурная, прозрачная, вязаная такая кофточка с дырочками. Здесь сердечек. Вот такие вот кофточки трикотажные для меня все же must have в летний период, да и вот в осенний, когда будет чуть похолоднее. Также в фамилии я взяла вот такие вот две шляпки. Именно вот такая вот форма, которую я нашла в фамилии. Я не помню, сколько она стоила, рублей 700. Не особо прям качественная, но мне тогда нужна была шляпа, и мне понравился фасон. То есть именно вот такой вот фасон ковбойской шляпы мне идет больше всего. И вот такую вот еще шляпку я взяла своей дочке. И на ней также она прикольно очень смотрится. Не помню, сколько она стоила. Здесь вот такой вот, не знаю, как это прямо сказать, бубенчик с бахромой. Фирма это Киаби. Вот так называется. Не знаю, видеть его нет. Очень симпатично смотрится данная шляпка с какими-то царафанчиками, с платьицами. Вообще девочка сразу такая милашечка получается. И еще одну вещь, которую я хотела бы вам показать. Я не знаю, насколько, конечно, она для вас актуальна, но когда я покупаю таких платьев достаточно много. В принципе, у меня в гардеробе именно летних. Если это какие-то линные платья светлые, то чаще всего они немножечко просвечивают. И я заказала себе подъюбник с Алиэкспресс. Я забыла его взять. Я, наверное, вам покажу в отдельном видео с покупками с Алиэкспресс. И я заказала себе шорты вот такие вот на Wildberries. Это вообще детский отдел. По-моему, самые большие я брала. И это очень удобно. Они хлопковые, абсолютно незаметно, что это шорты. То есть, кажется, как будто это просто подолу платье такое. Так, на этом у меня было все. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. Оставляйте свои комментарии. Все ссылочки я оставлю внизу. Если что, наверное, то постараюсь найти вам замену данным вещам. Увидимся с вами в новых видео. Люблю вас. Целую. Пока-пока. Пока-пока.